Только не ругайтесь никак, потому что это постыдное дело, когда люди грязные слова говорят. Я отвечать буду, смотри. Какая у нас книга? Я мусульманин. Ну а мусульманин, он же человек, ты ж не будешь отрицать. Он мусульманин, у него есть другая книга, вот так называется. Да. Да. Читать-то умеешь? Ну я тебе скажу, о чем это. Вот допустим, если ты читаешь. А у вас дома вот такая книга есть? Нет, Одесса, такой нет. Ну, Бога не им, иконками пользуемся. Ты за стол садишься, молишься или из-за стола выходишь? Да, Одесса. Молитесь, когда за стол садитесь, поесть? Да. А какие молитвы знаешь? Один, Одесса. А ну-ка, просчитай. Просчитай молитву, я послушаю, правильно? Нет, считаешь? Не надо, не надо, это я ж сижу открытый перед вами. Так, мы сюда, православные христиане, пришли возвестить людям великую радостную весть. Это из этой глядь. У меня другого хватает, не надо. Ну, что такое не надо? Ты еще даже не знаешь, что я скажу. Похоже на Дед Мазай. На Дед Мазай, это выдуманный герой. Это Некрасов написал. Я знаю, Некрасов, он выдуманный. Я знаю, но он очень похож на него. Вот у него тоже на картинке борода такая была, вот тоже такой дед. И вы, кстати, знаете, на кого похожи? Есть русский мультик с Алешенькой, с Добрынями всеми. У него еще похот такой был, у него там пчелки летали. Солженицын Александр Исаевич? Ой, честно, не знаю их всех имен, но он очень похож. Он очень такой прям. А он откуда? С кухни. Вы спрашиваете, откуда? Город. Надо спросить, где находитесь? Город Бернаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Этого довольны? Ух ты. А вот смотрите. На кого вы похожи, когда вы бритые? Это называется блудодейная ересь. Протопопа-вакуум. Это подкаблучник. Жене подчиняется. Вы даже не знаете, на кого бы похожи были, если бы бороду не брили. Выбросьте бритву. Это вы такой представительный мужчина и без бороды. А женщина, она понимает тебя сразу. Она тебя подомнет под себя. Это без бороды. Ну вот, мы пришли сюда, в этот мрак, в этот Содом и Гоморру, чтобы возвестить людям великую радостную весть, что Иисус Христос умер и воскрес для нашего оправдания. По благодати получаем спасение. И вот до этого мы здесь находимся. Я уже пять месяцев здесь нахожусь. Вы в какой-то церкви? Православное какое. Вы видите, если крестятся, это православные. Ну, тогда да. А сектанты не крестятся, они без бороды. Католики без бороды. Я понял. Я понял. Вот если вы... Ну, хорошая служба вам. Вот вы знаете, если зайдете на наш Ютуб-канал, у нас огромный Ютуб-канал, ему равных нету. 19 тысяч роликов наших только. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Откройте, вот попробуйте. Я запомню. Я сейчас посмотрю, потому что тоже как раз у меня стрим идет, тоже на Ютубе. Вот. А если встретиться, пожелайте, это... Есть такой скайп. В скайпе Игнатий Лапкин. У нас идут занятия. Три раза в неделю по скайпу занятия. Мы строим деревню православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Ни одного развода, ни одного аборта. Молодцы. Вот. Вот если вы пожелаете, вы там все найдете у нас на Ютуб-канале. Нам есть что показать конкретно. Я вот слово «проблема» исключил из лексикона. Ну, с Богом. С великой миссией возвестить людям радостную весть, что на землю родился 2020 лет назад Спаситель мира Христос, который распятый был за наши грехи и воскрес, даруя нам прощение. По благодати, не по делам закона. И перекрещиваюсь. Если вы желаете что-то услышать, можете вопросы задать о душе, о вечности. А вы когда сказали, что Христос умер? Я не понял. Повторите спокойно вопрос. Я говорю, Христос сколько лет назад умер? 2020 лет сейчас идет, 2020 год. А делите 33 с половиной. Это идет от Рождества Христова. А он жил в 33, на 34 году был распят. Понятно. А вы откуда? Так, вы что-то сделали там? Не, мы просто... Мы пришли возвестить о том, что говорит Господь. То, что творится в рулетке, достойно вечной казни в огне. Бодрствуйте, молитесь, Господь сказал. Хорошо. И вы знаете, кто изображен на Христе на этом? Кто там распят? Господь Христос, 2020 год от Его рождения идет. И завтра будет день воскресения. Воскресение о том, что Он воскрес, напоминает нам. Потому что то безумие, которое здесь творится, оно ни в какие рамки не влазит. Лежает здорово, мужики здоровые. 20 лет назад. Когда? Ну, какой год-то идет? 2020? Когда? Отчего он первый-то год пошел? Да, да. Пошел-то год от рождения не какого-то человека, а Иисуса Христа. В каком году заводился? Ну, 2020 год идет. В каком году? Нулевой год. От него отсчет начался. Называют новая эра. От Рождества Иисуса Христа. А Рождество когда? Седьмого числа прошло уже. Сейчас будет крещение девятнадцатого. Вот. Проспали, проохотились за бабами вонючими? Нет. Нет, мы проспали. А почему мы Новый год считаем 31 декабря? Так, мы пришли здесь не болтать, а возвестить радостную весть. Не надо. За грехи людей умер Христос на кресте. Хорош. И воскрес. Хорош. То есть, вам это не надо? Вам трудно говорить? Нет, подожди. Почему? Я ничего против не имею. Нет. Ты знаешь то, что вера... Ну, человек к вере должен сражаться. Вера. Написано «бесы». Не надо прокандировать и заставлять. Бесы. Бесы веруют и трепещут. Бесы. Так вы хуже бесов уходите. Бесы веруют. Бесы в твоей голове. Ну, вот вы сами посмотрите. Мастер и Маргарита, когда у патриарших прудов беседуют там. Валант подошел. Ты говоришь, и что, Бога нету? Нету. И Христа нету? Нету. Ну, никого нету. А кого же я тогда распил 2000 лет назад? Берлиоз-то как говорил ему? Ты веришь в это? Без Бога ничего нету. Только одна пьянь. От действительности спасаются. А обкуренные здесь 90%. Да я не курю вообще ничего. Слушай, ты, то есть, Булгакова, да, читаешь? Да, я сказал, для премьера, к примеру. Он нам не нужен. А его же от церкви отлучили. Да его никто не отлучал никогда. Вы со Львом Толстым перепутали. Отлучали, да. Ну, да. Вы своими разводами-то мозги совершенно сбекренили. Нет, нет, погоди. Погоди. В стране, в стране 86% разводов. В стране за перестройку убито 120 миллионов младенцев в утробе, абортов. Хорошо. А кто в этом виноват? Кто виноват? То человек и виноват, который сатане предал волю свою, а не Богу. Вы из какого года? Вам никакой разницы нету. Больное общество. Нас Господь послал вращами. Сколько вам лет было, когда была перестройка? То есть, ничего вы не знаете. Вы куда-то крутите, как... Вы тонете. Вы утонули в грехах. И вам развещают сейчас. Сейчас материться начнете. А ваше поколение проебало просто страну. Целую здоровую страну. Так, вы разговаривать не можете, не можете, невменяемо сейчас. Ну, там дверь на кухню. Вы, наверное, хотите узнать, где я нахожусь. Вы вопрос ставите неправильно. Откуда? Это из пункта А в пункт Б. Поезда идут навстречу. А что не спите? Спите. Ну, прямо чудак. Мы уже встали, как четыре часа ровно назад. Мы встаем в 4.40. А сейчас в 8.30. Почему же я должен спать-то? Мы пришли сюда, чтобы людям возвестить радостную весть, что Иисус Христос распятый воскрес в третий день и дарует прощение грехов. Великая радостная весть. А вы умеете Коран читать? Что? Коран читать умеете вы? У меня книга о нем написана. У меня 38 томов книг вышло. И одна посвящена Корану. Я сравниваю все в нем с Библией. Говорят, расхождение там совсем мало. Люди не знают, о чем говорят. Расхождение 5216. Вот мы ездили в... А как вы относитесь к религии Иисусу? Вас куда-то увело туда. Мне не судить о нем. У вас есть вера своя, вы определяетесь. У меня в Библии написано так. Что у вас написано? Пятая сура. 47-й, 66-й аят. Я вам говорю, где написано у вас, в вашей книге. А там написано. Мы, христиане, люди Писания. А вот Писание в 7 веке было только одно. Библия. И вам, говорит, Господь дал и не жил Евангелие. Вы по нему и поступайте. Я по нему и поступаю. Смертные люди. И надо приготовиться. Что будет с нами после смерти? Об этом говорит нам эта святая книга. Вы не выключайтесь только. Начнешь говорить, сразу убегают. От суда Божьего-то никто не убежит. 2020 лет назад, вот сейчас год пошел 20-й, родился Иисус Христос, Сын Божий. Через 33 года Он был распят на кресте. И в третий день воскрес. Завтра день воскресения будет говорить об этом. Он воскрес из мертвых, даруя нам спасение даром. Потому что умер за грехи людей. Вы не знаете, что будет дальше. Библия нам говорит, как будут политические события развиваться. Если у вас есть желание побеседовать о спасении души, а это очень важный вопрос, вы можете задать вопросы. Только поднимите голову, чтобы видно было выше. Вот так. Повыше, чтобы у вас эко-дарта, рамка скрывает. Вот так. Вот это рулетка. Здесь 50% голые мужики брошенные. 90% мусульмане. Все здесь собралось самое трусливое и блудливое. И о боге совсем не думают. Только без ругани. Веселых нет. У вас вопросов никаких нет. Мозги-то повыели, вонющие бабы здесь. Сидят мужики, лежат голые, анонизмом занимаются. Играет письками своими, как пятимесячный ребенок в люльке. Совсем мозги отъела блудливая похоть. И пьют, и пьют непрерывно. А генский огонь его не зальешь этой водой. Надо о боге молиться. Молиться, чтобы упростил нас идти в храм божий. Исповедовать и жить по-христиански. В святую православную церковь. Вопросов нету? У тебя вообще толпак потек.